Здравствуйте! На ТНТ события дня. В студии Мария Суворова все самые интересные и важные из жизни областной столицы. Смотрите в нашем выпуске. И сейчас коротко о главном. Капитальные ремонты в этом году пройдут в 56 домах областной столицы. Успехи и перспективы развития Вологодской системы образования обсудили на августовском педсовете. Комплексы электронного голосования впервые установят на избирательных участках Вологды. Капитальные ремонты в этом году пройдут в 56 домах областной столицы. Главная задача, поставленная городскими властями, перед управляющими организациями и подрядчиками, завершить сезонную работу к началу отопительного сезона. Качество и сроки ремонта будут контролировать строго. Это еженедельные отчеты перед департаментом городского хозяйства и общественное наблюдение. Подробности далее. Пароизоляция ставится для того, чтобы положить утеплитель сюда и чтобы он дышал. Плюс ветрозащита. Таким образом, в доме, которому уже больше 40 лет, станет комфортней жить. Проблема промерзания стен зимой будет решена. Ремонт идет и на крыше. Сейчас рабочие снимают старое покрытие. Кровля будет заменена полностью. Все эти работы запланированы в рамках капитального ремонта. Ремонт кровли, утепление фасада всего дома, ремонт отмостки. Значит, меняем разлива водопровода холодной и горячей, устанавливаем тепловые пункты и постоячно по квартирам водопровод канализации. Девятый дом в микрорайоне ПЗ – один из многоквартирных домов областной столицы, где в этом году запланирован капремонт. Объем работ здесь очень большой – почти на 29 миллионов рублей. Поэтому контроль серьезный. Затем, как ведется ремонт, следят управляющие компании, жители, представители общественности. Очень важно, чтобы совет дома проявлял такую активную заинтересованность. Это связано не только с работой с подрядчиком, проверка качества. Ведь очень важный вопрос, то, что мы с вами говорили, работа по самому ремонту, что жители должны идти навстречу где-то подрядчику во время смены коммуникаций. Очень ответственно организация приступила к ремонтам. Ремонты начались достаточно быстро. Я считаю, что это, наверное, один из первых домов, который такими темпами начал ремонт. Ну, конечно же, мы тоже подключились, работаем вместе. В таком же формате будут вестись работы во всех 56 домах, где предстоит ремонт. Всего на эти цели из регионального фонда капремонтов выделено 400 миллионов рублей. На объектах будут работать 8 подрядных организаций. Ремонты комплексные, приводить в порядок будут все конструктивные элементы зданий. Замене подлежат и лифты. Их устанавливать будет специализированная компания из Подмосковья. Какая задача? В течение трех месяцев закончить все работы по многоквартирным домам. Лифтовое оборудование уйдет до конца года, так как это значительный срок поставки оборудования. Жестко контролировать сроки выполнения капремонтов. Такая задача перед управляющими компаниями поставлена городскими властями. Каждую неделю мы будем встречаться для того, чтобы понимать, как выполняются работы, потому что зима близко. И в первую очередь поставлена задача подрядчикам выполнить те работы, без которых нам нельзя входить в зиму. Это работы по кровле, это работы по тепловому узлу. Задачи поставлены, будем контролировать выполнение поставленных задач. Напомним, в прошлом году по программе капитального ремонта работы были проведены в 28 домах областной столицы. Решение о вступлении в программу принимают собственники жилья на совете дома. Они же выбирают, как накапливать средства. На общем счете регионального оператора или на специальном счете. Рекорд по числу медалистов, победы на всероссийских олимпиадах и региональных педагогических конкурсах. Успехи и перспективы развития Вологодской системы образования обсудили на ежегодной педагогической конференции. Также лучших педагогов и директоров наградили почетными грамотами главы города и медалями во имя детей. О достижениях вологодских учеников и учителей расскажет Егор Канавин. Сфера образования – одна из самых динамично развивающихся в Вологде. Модернизация образовательной системы идет с самой первой ступени – дошкольных учреждений. За последние два года в Вологде построено два современных детских сада. Еще один на улице Псковской начнет работать 1 сентября, а сад на Доронинской достроят к концу года. Создание новых мест для малышей – приоритетная задача для городских властей. Девятый год. 16 125 мест детских сада. В этом году мы открыли 21 320 мест. Это 30% рост. Фантастическая цифра. Мы построили и реконструировали с вами 10 садов. Два уникальных садика мы сдали в прошлом году. Более того, мы подготовили еще три площадки на улице Молодежная, на улице Конева, на улице Северной. В ближайшее время мы тоже будем запускать эти проекты. И будем строить только такие садики теперь, самые современные. Масштабная работа и в школах. Современное оборудование, высокоскоростной интернет, инновационные методики. В перспективе и строительство новых объектов. Уже разработан проект новой школы на улице Северной. А всего в ближайшие годы в Вологде должны построить шесть таких школ. На должном уровне поддерживаются и существующие учреждения. В том числе и благодаря городскому проекту «Шефы». Предприятие-партнеры в этом году вложили в городскую систему образования около 100 миллионов рублей. Ремонт, закупка нового оборудования, благоустройство территорий. За эти два года наши «Шефы» сделали в школе ограждение вокруг территории на сумму почти 900 тысяч рублей. И за вот этот последний пришедший год изготовили стенд информационный на первом этаже. И заменили четыре окна в актовом зале. В этом году в рамках письма Роспотребнадзора об очистке территории от такого отхода, как отработанные шины, мы, наверное, работали с 80% образовательных учреждений города. Порядка более трех тысяч тонн было нашими силами вывесено и переработано. Очень приятно, что наша организация также принимает участие в процессе воспитания юного поколения, в том числе экологического воспитания. Отметили кропотливую работу педагогов. Это основа достижений их учеников. В этом году у вологодских выпускников 91 медаль – абсолютный рекорд в регионе. С каждым годом растет число стобальников по ЕГЭ. За последние пять лет более 20 юных вологжан стали призерами и победителями заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. А сами учителя – пример для коллег на профессиональных конкурсах. Это результат планомерной модернизации системы образования, которая активно ведется в Вологде. Тенденции в развитии образования, которые прослеживаются в нашем государстве в последнее время, они нашли отражение и в системе образования города Вологды. Информационные технологии, это математическое образование, это воспитание гражданина, патриота с точки зрения нравственных позиций. Вот эти вещи, я считаю, что очень важны. Я считаю, что да, образование в Вологде за последние годы очень улучшается, потому что мы получаем многое оборудование для того, чтобы образование было качественное, чтобы знания дети получали крепкие, хорошие, чтобы они могли выбрать именно ту профессию, которую им нравится и по душе. Лучших педагогов отметили почетными грамотами, знаками за заслуги в образовании и медалями во имя детей. Уже после встречи на своей странице в социальной сети Евгений Шулепов отметил, какую огромную значимость имеет работа учителей для нашего города. Каждая школа в нашем городе может гордиться своими учителями, каждый детский сад воспитателями. Именно на учителей мы всегда возлагаем надежды, когда говорим о будущем страны. Ведь именно педагоги строят это будущее своим каждодневным трудом с нашими детьми. Егор Канавин, Михаил Прищев. События дня. Комплексы электронного голосования или КЭГИ прибыли в Вологду. Пока оборудование в ящиках. К 18 сентября его разместят на 15 избирательных участках города. Машина на основе сенсорного дисплея – это возможность избавиться от бумажных бюллетеней. Сами КЭГИ представляют собой целую систему. Таким оборудованием на выборах в областной столице будут пользоваться впервые. В использовании она очень проста. То есть вот избиратель приходит на избирательный участок. Первоначально будут встречать три молодых человека. Такая вот учебная аппаратура стоит еще до помещения, то есть где-то в коридоре. Для того, чтобы каждый избиратель мог сначала потренироваться, попробовать. После этого, как обычно, избиратель расписывается в списке. Но вместо бюллетеня получит специальный штрих-код, который регистрируют в системе у комиссии. Далее идет к машине для голосования. Зеленая лампочка означает, что устройство свободное и готово к работе. Сначала нужно активировать на машине свой штрих-код, после чего загорится красная лампочка. Значит, можно приступать к голосованию. Написано сразу вот здесь русский язык. Мы нажимаем, уже все делается на экране. И здесь уже выбираем вид выборов. Выборы Государственной Думы. Нажимаем, к примеру, сразу же вот открывается бюллетень. Можно вернуть назад. Если вдруг что-то не так сбили, да, вот еще раз посмотрели. В электронных бюллетенях все предельно понятно, шрифт крупный. Чтобы проголосовать, необходимо поставить галочку напротив выбранного кандидата. Затем нажать «Завершить заполнение бюллетеня», после чего можно приступить к заполнению второго бюллетеня на выборы в ЗСО. В конце голосования нажимаем кнопку «Завершить работу». И результат распечатывается рядом, а также отображается на экране. После чего машина вновь просит подтвердить выбор. На участках будет стоять от пяти до девяти мониторов, чтобы не создавать очередей, так как процедура не быстрая. Есть такие же комплексы и в переносном варианте. С ними комиссия будет выезжать на дом к тем избирателям, которые по каким-либо причинам не могут прийти на участок. В случае каких-либо технических трудностей на участок выйдут специалисты-инженеры. Уже в ближайшее время они приступят к обучению. Напомним, в единый день голосования 18 сентября в Алакжанам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания. Юлия Савинцева, Максим Тышковец. События дня. Какие еще новости подготовили наши журналисты, мы расскажем после короткой рекламы. Смотрите во второй части событий дня. Активисты УНФ проверили пешеходные переходы рядом со школами Волода и Вологодского района. Киоск, незаконно установленный на улице Фрезиновской, вблизи 32-го дома, демонтирован. Это события дня на ТНТ. Мы продолжаем выпуск. Активисты УНФ проверили пешеходные переходы рядом со школами Володы. Сегодня представители Общероссийского народного фронта побывали в четырех учебных заведениях. Во второй гимназии, 32-м лицее, 30-й школе, а также в школе в поселке Майский. Вообщественные организации уделяют особое внимание безопасности детей. Подробности далее. Общероссийский народный фронт стал проводить эти рейды перед учебным годом, в августе месяце прошлого года. И я не понаслышке знаю состояние дорожных и покрытий, и знаков. В том году, конечно, мы, когда проводили, было несоответствие полное тем стандартам, которые должны соответствовать перед школьными учреждениями. Ранее перед учебными заведениями были установлены обычные знаки – пешеходный переход, бегущий человечек на синем фоне. По новым стандартам они должны быть на специальном люминесцентном желтом фоне. При этом необходим еще и знак «Внимание детей». За последний год в областной столице в общей сложности заменили почти 500 дорожных указателей, которые теперь соответствуют всем требованиям. Надо сказать, что да, в течение года была проделана огромная работа. Вот сегодня мы объехали вот эти адреса и поняли, что действительно администрация поработала в этом вопросе. Мы теперь видим специализированные люминесцентные знаки, вот искусственные неровности появились. Привести в соответствие с требованиями удалось большую часть пешеходных переходов рядом со школами. Кроме того, в преддверии 1 сентября на дорогах областной столицы появились и крупные надписи «Школа». Такая маркировка предупреждает водителей, что рядом учебное заведение. Эта работа продолжится и дальше. Алена Закатаева, Максим Дышковец. События дня. Киоск, незаконно установленный на улице Фрезиновской, вблизи 32-го дома демонтировали. Торговая точка уже давно попала в черный список. Ларек установлен без разрешения. Также здесь велась торговля алкогольной продукцией. Поступали многочисленные обращения в Алакжан к депутату по своему округу. Подробности далее. У владелец пытался перехитрить закон. После предписания на демонтаж, который вынесли городские власти, хозяин передвинул киоск на территорию магазина. И формально город не мог потребовать ликвидации. Но территория оказалась невыгодной для торговли. Киоск вернули на прежнее место, думая, что останутся безнаказанными. Ко мне как депутату обращались, в частности, по ларьку на улице Фрезиновской, 32. Мы знаем, что были выявлены здесь факты продажи алкоголя и детям. На самом деле хорошо, что у нас существуют и есть жители, которые занимают активную позицию, которые они информируют, потому что, в частности, о данном ларьке мне стало известно из сообщений граждан. Совместными усилиями жители, депутаты, городские власти смогли решить проблему. Продолжается эта работа и в других микрорайонах. На сегодняшний день в администрации города Вологды совместно с управлением Министерства внутренних дел и приставами ликвидировано порядка 30 объектов. В планах до конца месяца и начала сентября порядка 25-30 объектов. Участники проекта молодежные трудовые бригады готовы работать и в следующем году. Сейчас у ребят остались последние дни до завершения этого трудового сезона. Еще есть возможность немного подзаработать. Я работаю не первый год, но в проекте участвую в первый раз. Все, о которой были работы, я умел. Познакомился с новыми людьми. В основном ребята занимались благоустройством. Таким образом, помогали управляющим компаниям города поддерживать дома и дворы в чистоте. Содержание территории волнует и многих жителей. Как говорит депутат Законодательного собрания области по этому округу Роман Заварин, к нему часто обращаются вологжане по вопросам благоустройства. И помощь трудовых бригад здесь просто неоценима. Расскажите, чем вы занимались? Какие работы выполняли? Мы отдирали листовки из домов, с подъездов. Да, красили заборы, подъезды, закрашивали надписи на домах. Понятно. Убирали, да? Убирали. А вы? То же самое? Красили площадки еще. Всего же партнеры проекта молодежной трудовой бригады предоставили студентам 3000 вариантов трудоустройства в различных сферах. Строительство, общественный транспорт, торговля, общественное питание и другие. Проект успешно работает в городе уже седьмой год подряд и помог найти достойную и интересную работу на лето уже 10 тысячам молодых вологжан. Юлия Завинцева, Максим Тышковец. События дня. Это все новости на сегодня. С вами была Мария Суворова. Смотрите события дня на ТНТ завтра в это же время. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»